о ранее почти неизвестной автомобильной отрасли, а точнее, о целой промышленности, выпускающей не один десяток, а иногда не одну сотню автомобилей в год. Полулегальная, почти подпольная индустрия, родившаяся в Союзе Советских Социалистических Республик, начинавшаяся как хобби отдельных чудаков и развившаяся до масштабов почти промышленного производства. Такой промышленности не было и нет ни в одной стране мира. Это явление стало возможным только в СССР. Однако откроем завесу тайны. Все эти автомобили, собранные на этой экспозиции, по большому счету, ничего общего с советским автомобилестроением не имеют, при этом являются неотъемлемой его частью. Сегодня мы расскажем вам о машинах, сделанных своими руками, в так называемом параллельном советском автомобилестроении, авторами, инженерами, умельцами, русскими кулибинами, о которых тогда мало говорили. И вот сейчас мы попытаемся исправить эту историческую несправедливость. Их строили у себя в гаражах, квартирах, на балконах. Их создатели самые разные люди. Летчики, инженеры, художники. И как бы неправдоподобно сейчас это не звучало, но факт остается фактом. Первый родстер, первый минивэн, первый гранд-туризма и даже первый электромобиль были созданы именно в СССР больше 50 лет назад. Однако обо всем по порядку. Разбираясь в причинах и следствиях бума автомобильного самысдата, захлестнувшего страну с начала 60-х годов прошлого столетия, на первый взгляд может показаться, что виной всему дефицит автомобилей во времена развитого социализма. Однако специалисты считают иначе. Могу сразу развеять миф. Создание автомобилей началось не с дефицита и не из-за отсутствия автомобилей, а из-за желания самовыразиться. Первая серьезная машина 60-е годы. Автомобиль рисовал самый известный и, наверное, лучший за всю историю советского периода, может быть, даже России, дизайнер, художник автомобилей. Это Эдуард Молчанов. Невероятный рисовальщик, выдумщик. И вот он задумал с друзьями, с самодельщиками построить серию спортивных купе на агрегатах Запорожца 965. Началось все с них. Мы нашли все, вплоть до оснастки для изготовления кузовов этих автомобилей. Качество изготовления поражает. Абсолютно промышленный подход, технологии, материалы использовались. Все самые наилучшие на тот момент. Сам процесс проектирования, макетирования был на уровне мировых аналогов. Практически все оригинальные детали. Салонные кресла сами делали, сами приборные доски. Электронику сами делали. Это натуральный хендмейль. И вот вам еще один парадокс. Несмотря на уголовную статью о незаконном предпринимательстве, самодельщиков стало поддерживать государство. Парады, слеты, а потом и пробеги самодельных автомобильных конструкций регулярно проводились с середины 60-х. Наиболее яркие машины не сходили с обложек журналов. За рулем, юный техник, моделист-конструктор, техника молодежи. Каталоги серии «Самодеятельные конструкторы автомобилей» издавались миллионными тиражами. А книга «Я строю автомобиль» вообще стала культовой. Программа «Это вы можете», где всегда показывали самодельщиков, шла на центральном телевидении в лучшее эфирное время. Сидеть за рулем автомобиля – мечта, лелеемая многими с детства. Но особенно заманчиво построить автомобиль самому. Мы на традиционном параде конкурсе самодельных автомобилей проводимом в Москве. «Муравей» – такое название носит автомобиль, получивший первую премию на этом необычном конкурсе. Его сконструировал москвич Олег Ивченко. Конструированием автомобилей увлекаются и птицы, и ученые, и те, кто пока еще учится в школе. Доктор химических наук Андрей Григорьевич Инатов создал автомобиль из дерева и назвал его «этажерка». Чего только не придумают энтузиасты-конструкторы. Это автомобиль-амфибия Виктора Бавыкина для любителей путешествий. Эти автомобильчики построили юным автомобилистам их отцы. Эти машины знал каждый школьник. Шесть удивительных по красоте автомобилей КД. Пять «Гепардов», затем несколько «Лам», четыре «Меркурия» и более десятка машин «Юна». Одна из главных тем зависти автомобилистов 60-х. Имена их конструкторов без преувеличения знали лучше, чем конструкторов и создателей серийных машин. Более того, братья Щербинины, братья Алгебраистовы, Кулыгин, Парфенов, Хайенов, Рикман были кумирами, почти звездами, не сходившими с экранов и первых полос всех изданий тех лет. Причину такой всенародной популярности признавали даже партийные функционеры того времени. Самодельные машины были не хуже, а зачастую и лучше существующих серийных зарубежных образцов. Проект однообъемного микроавтомобиля. Сейчас даже в современности нет таких аналогов. Придумали компоновку с задним мотором, с вынесенным вперед экипажной частью и с очень оригинальным дизайном. Молчанов просто гений. Еще один однообъемный автомобиль, на мой взгляд, это первый в мире мини-вэн компактного класса. То есть на тот момент, в 67-м году, ничего похожего не было даже у мировых дизайн-студий. Это прорыв был. Машина была построена в НАМИ и утрачена. Остался макет кузова. Вот он перед вами реконструирован буквально по крупицам, как амфора, собран из кусочков. Еще одна эпохальная машина, купе братьев Щербининых, так называемый ГТЩА. Впервые в Советском Союзе была освещена тема купе Гран-Туризма. То есть автомобиль построили для активного отдыха, для путешествий, для пробегов. Автомобиль участвовал в пробеге Москва-Каракумы в 1974 году. И с успехом доехал в одну и в другую сторону своим ходом. Она очень похожа на ТВР или Астон Мартин того периода. Похожие технологии, компоновки. Это еще одна серия, к которой приложил руку Щербинин. И Рубель небезызвестный. Это, кстати говоря, оригинальная машина Рубеля. Спорт 1500. Которая тоже стала иконой советского Гран-Туризма. Это, правда, на базе Жигулей уже классики было построено. Это Меркурий Мищенко построил. Это Протон. Протон, кстати говоря, электромобиль. Циклопластиковый кузов в полонесущей конструкции. И уникальное явление. Говорят, что все начиналось еще раньше. Практически сразу после войны. И хотя документов, подтверждающих эту теорию, не сохранилось, образцы, дожившие до наших дней, свидетели куда как более красноречивые. Андеграунд советского альтернативного автомобилестроения поражает не только фантазией авторов, но и материалами, из которых сделаны эти машины. Вот эта пчелка 1966 года сделана ее создателем из противней газовых плит. Просто у инженера, который собрал эту машину, был беспрятственный и круглосуточный доступ на кухню. Или вот этот образец с 1947 года, к слову, самый старый экспонат на этом стенде. Говорят, что пленные немцы сделали эту машину из остатков сбитого Мистершмитта под дулами советских автоматчиков. Вот так зарождался альтернативный советский автопроб. И без того уникальные артефакты истории отечественного автомобилестроения, тем ценнее, что историю их создания мы пока еще имеем возможность узнать из первоисточника, из уст легендарных русских дизайнеров 20-го столетия. Взял на основу модель 24-й Волги, оснастку, выклеил кузов из пластилина. Я художник, ученец художников, и занимался дизайном. Разработал пласт четырехметровый, разработал раму, вход в Волговские подрамники. Матерцы были 40 штук, отдельно на капот, отдельно на кабину, на двери. И поматываться можно в левый кузов. Так что все как положено делать. Братья Щербинины тогда любовно назвали свое детище «сатаной». Стремительное кленовидное купе с двигателем ЗМЗ-24Д разгонялось до 200 километров в час. Я под этим у него чисто 4 года. Это что, достаешь смолу, стекло ткань, ездишь на заводы. Тогда не просто было. Диски отрывал на Суховском заводе, двигатели в комиссионке брал, были комиссионные магазины. Я и пытался делать автомобиль, кран-туризм, серии которых у нас есть, не разрабатывалось. За одержимость идеи многим приходилось сплатить слишком высокую цену. На алтарь создания самоделок, кроме времени, здоровья и сил, было положено самое дорогое – семье. Жены не выдерживают такого режима. Чтобы ты каждый день приходил в 2 часа ночи домой и столько валился, весь бюджет в машину вкладывал. Уходят жены. Микроавтобус с ленинградским номером родился в домашней мастерской автолюбителя Федорова. В своей молодости эта быстроходная машина была всего-навсего мотоколяской. Житель города Кременчуга Курганской работает модельщиком. Его и он имеет корпус из стеклопластика. Но по общему признанию, на эту машину можно вполне положиться и в дальней дороге. Для одного из основателей проекта «Юна», легендарного Юрия Алгебраистова, совершенствование созданного в 80-х автомобиля стало главным делом всей жизни. Именной автомобиль Юрия и Натальи Алгебраистовых, одна из звезд самодеятельного движения времен развитого социализма, стал примером последовательного апгрейда, позволившего почти 30 лет идти его создателям в ногу со временем. Была начертенная рама, сварили 5 штук, затащили одну из рам на седьмой этаж жилого дома. Это был последний этаж. Там стенки квартиры были убраны, чтобы была хоть какая-то площадь. Вот на раму сделали колеса, поставили макет мотора и создавался кузов. Там два варианта были забракованы, потому что это поиск, это творчество. И третий всем понравился. Как дорого в прямом и переносном смысле обошлась «Юна» ее создателем, подсчитать сейчас трудно. Однако финансовая составляющая была пусть не главной, но очень немаловажной проблемой в работе над созданием спорткара, дожившего до наших времен практически в идеальном состоянии. Для начального капитала у меня был мотоцикл, который я продал. Но брат, он работал, он зарабатывал хорошо. Летчики тогда зарабатывали нормально. Но я работал неплохо. Я работал на автобусе, все-таки зарплата была гораздо выше, чем у обычных людей. Ну, а потом все это постепенно же вкладывалось. Она на Волговских агрегатах, она прошла где-то полумиллиона километров. И потом я задумал ее переделать. Я нашел BMW 2,8 с механической коробкой. Вот. Вот. И теперь у меня кругом дисковые тормоза, хороший мотор. Вот. И салон я уже переделываю. Это у меня четвертый салон уже окончательный. Были требования к самодельным машинам. Там длина, ширина и литраж двигателя. Но у нас, конечно, все это выходило за рамки. Поэтому я два года ездил без номеров. Чиновники говорили, а почему-то самодельщики должны ездить на мощных моторах. Полет мыслей, конструкторские идеи, если хотите, креативность создателей этих уникальных самоделок не просто восхищает, если хотите, поражает воображение. Более 50 машин, собранных в одном месте в одно время, можно сейчас увидеть своими глазами на этом стенде галереи «Олтаймер» Ильи Сорокина. Мы рассказали вам только про некоторые из них, но организаторы выставки утверждают, что это только начало, дальше больше. С вами был Александр Добин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Погожим сентябрьским днём на ВДНХ СССР прибыла кавалькада необычных автомобилей. Расположились они у павильонов «Транспорт» и «Космос». Такое космическое соседство, да и сам экзотический вид автомобилей, наводили на мысль об их внеземном происхождении. Впрочем, даже настоящий НЛО, появившись он в этот момент на выставке, вряд ли вызвал больший интерес среди её посетителей. Так финишировал второй всесоюзный конкурс самодеятельных автомобилей или сам авто 89. После создания в 1989 году в Министерстве автомобильной промышленности отраслевой системы содействия конструкторам-любителям это направление стало не просто личным делом энтузиастов, но и своего рода госзаказом. Широка география любительского автоконструирования. Более ста заявок из разных уголков страны получило жюри. Однако в набережные Челны, где стартовал основной этап, пригласили лишь тех, кто прошёл сито предварительного отбора. Спросите, зачем такие строгости? Затем, что, по мнению специалистов НАМИ, хватит этим конкурсом быть кунсткамерой для автодиковинок. Перед пробегом предварительный осмотр машин. Определяются, говорит автомобиль, весовые показатели. Дело в том, что для самодельного транспорта установлены определенные нормативы, за которые выходить нельзя. Ознакомиться с ними можно в любой районной секции в Дуам или отделении ГАИ. Как нет на свете двух одинаковых людей, так и на конкурсе не оказалось двух одинаковых автомобилей. Перед глазами жюри предстало множество конструкций, хороших и разных, но во многом несопоставимых. Как определить, какая из них лучше? В таких случаях применяют метод экспертных оценок. Каждый эксперт оценивает каждый автомобиль. Обращают внимание на компоновочные и художественно-конструкторские решения. На количество и сложность самостоятельно изготовленных агрегатов. Удобно ли садиться за руль или на места для пассажиров. Глядя на продукцию самодельщиков, убеждаешься, что пора менять старую поговорку. Здесь автомобиль не роскошь, а средство самовыражения. Действительно, дизайн занимает одно из главных мест в творчестве самодеятельных авторов. Однако не всегда им удается найти золотую середину между стремлением к оригинальности и строгими закономерностями технической эстетики. Конечно, существенное влияние на внешний вид автомобиля оказывают ограниченные возможности в приобретении материалов. Но многие конструкторы продемонстрировали, что даже из самых обычных средств можно создавать интересные модели. Даков Автомобиль Форум, представленный мастерами одного из Нарвовских ПТУ Алексисом и Матта Юлле. Кузов у него каркасно-панельного типа с несущей рамы, что характерно для самодеятельного автомобилестроения и практически не встречается в серийных машинах. А между тем пространственный каркас в сочетании с навесными съемными панелями позволяют достаточно оперативно измерять внешний вид и модификацию автомобиля. Такая конструкция кузова применена и на поисковых автомобилях «Дебют» и «Компакт», разработанных на «МИ». Кстати, «Компакт» представлял советское автомобилестроение на токийском автосалоне в 1989 году. Вот как они выглядят. Что касается автомобиля «Форум», то его панели собраны из обычной фанеры и покрыты перламутровой краской собственного изготовления. В автомобиле много изюминок. Поднимающийся колпак, откидывающаяся для удобства посадки рулевая колонка. Машина эта простая, дешевая и экономичная. В ней использованы сравнительно недорогие мотоциклетные агрегаты. В доработанном виде она может быть рекомендована как прототип молодежного автомобиля. Авторы готовы размножить чертежи и разослать их всем желающим. Самодеятельные конструкторы стремятся не только к внешней оригинальности. Многие представленные конструкции расширяли типажи автомобильной техники, выпускаемые промышленностью. Такова фермерская тележка «Мотопони», представленная вне конкурса авторами форума. Двигатель от мотоцикла «Иш». Независимая подвеска всех четырех колес. Высокая проходимость и грузоподъемность. Пространственная сварная рама из труб различного диаметра. Для удобства посадки – откидывающаяся рулевая колонка. Как видим, простота – это фирменный стиль братьев Юля. В общем, полное преимущество перед выпускаемым для аналогичных целей трехколесным грузовым мотороллером «Муравей». Ко двору самодельщикам пришлись и однообъемные малоритражки вагонной компоновки. Серийно такие автомобили у нас не выпускаются, хотя тенденция автомобильной моды отдает им все большее преимущество. Лучший представитель этой группы – автомобиль «Стайер», изготовленный алматинским конструктором Эргашем Таишевым. Это его восьмой автомобиль собственного производства. «Стайер» обладает высокой плавностью хода и устойчивостью на дороге. Простота художественного решения, отсутствие украшательств выгодно отличает этот микроавтобус. Вместе с тем он не лишен индивидуальности. Самостоятельно изготовлены задние подвески по типу ВАЗ-2108 и системы выпуска отработавших газов. Автомобиль Таишева не только средство передвижения, но и дом отдыха на колесах. На крыше может быть размещена палатка с выходом через люк-салон. На время отдыха четыре посадочных места переоборудуются в четыре спальных. Неплохо смотрелся и другой автомобиль такого же типа – шестиместный «Аэрус», изготовленный другим алматинским конструктором Валерием Боковым. Сдержанная композиция и нюансировка кузова говорили о классическом вкусе автора. Оригинальная особенность – на крыше автомобиля расположен съемный колпак, который в зависимости от воли автора может быть либо лодкой, либо крышей палатки. Двойственное впечатление оставил автомобиль-дача алматинца Валерия Бутова. Кстати, если бы для населенных пунктов учреждалось звание «Столица сам авто», то на этом конкурсе его наверняка удостоилась бы Алма-Ата. Так много оттуда приехало самодельщиков. У Бутова имеется авторское свидетельство на кузов раздвижной конструкции и заявка на строительный элемент из пенопласта с напряженной металлической арматурой. Однако дизайн и качество на самом низком уровне. Два года делал конструктор свою походную то ли дачу, то ли баню, и все это время жил в ней. Диогенова дачка, так прозвали от сооружения. Трехместный автомобиль «Юниор» представлял самый молодой участник конкурса 24-летний алмадинский студент Игорь Олейник. Есть у студентов шутка. Сдался промат, можешь жениться. Игорь поставил себе более сложную задачу – сделать автомобиль. Как видим, он с этим справился. Машина привлекает высокой степенью остекления, хорошим обзором. Игорь – единственный из участников конкурса, кто учел требования пассивной безопасности и предусмотрел энергогасящий бампер. Молодому конструктору было предложено продолжать учебу в Московском автомеханическом институте. Автомобиль «Русь», представленный омским конструктором Валерием Карташовым, стал одним из главных событий конкурса. За максимальное использование самостоятельных технических решений автор удостоен специального приза на «МИ». Остроумная конструкция регулируемого дорожного просвета. На каждом колесе установлен обычный гидравлический домкрат. С помощью рукоятки водитель, не вставая со своего места, устанавливает нужный клиренс. «Русь» – единственный из представленных автомобилей, имеющий бортовую электронику. Пока что компьютер позволяет определить в любой момент времени расход топлива на 100 километров пробега, но в дальнейшем Валерий надеется расширить его функции. Имеется электростеклоподъемник, встроенная система подзарядки аккумуляторов, подогрева масла и охлаждающей жидкости. Помимо традиционного обогрева от печки, предусмотрен подогрев и от радиатора во время движения. Низкий уровень шума, высокая плавность хода и устойчивость на трассе создают комфорт во время движения. Предусмотрен вариант «Дача на колесах». Автомобилей классической трехобъемной компоновки на конкурсе почти не было. Тем большее внимание привлекал своей солидностью автомобиль «Торнадо». С трудом верится, что создавался этот роскошный кадиллак не в Детройте, США, а в селе Христиновка Киевской области. Сделал его Александр Тарасюк, художник по профессии. Королем дизайна «Самавта-89» был признан Орентин Самойлов. Ему вручили специальный приз на МИ. Живет он в Волгограде, работает пожарным. Свой автомобиль он делал 12 лет и назвал его «Вирус». Видимо, в честь вируса самодеятельного конструирования, который когда-то поразил бесстрашного пожарного. Спутать его автомобиль с каким-либо другим просто невозможно. Клепанный кузов из алюминия, титана и нержавеющей стали. Запоминающийся силуэт. Высокое качество отделки. Электропривод управляет подъемом и опусканием бокового стекла и фар. В салоне обилие приборов. Часть приборов установлена на ступице рулевого колеса. Неясно, правда, что при этом можно на них разглядеть. Не нашла поддержки у экспертов-дизайнеров и декоративной решеткой вместо заднего стекла. Красота сомнительна. Ухудшение обзора очевидно. Среди автомобилей спортивного типа наиболее профессионально выглядел НАМИ-0290, созданный в Клубе самодеятельного технического творчества института. Весь коллектив создателей – профессионалы-автомобилисты, работающие во внеурочное время. Машина сделана в соответствии с требованиями к пятой группе спортивных автомобилей, успешно участвовала в нескольких гонках. Двигатель ВАЗ-2106 с турбонаддувом, привод на две оси, скорость под 200. В дизайне интересно сочетание средней части кузова от Таврии с интегральным передним и задним оперением подчеркнуто спортивного типа. Еще один аспект дизайна обращает на себя внимание. Тема турбонаддува воплощена в зрительных образах. Нейтральная форма передка от середины к задней части все более как бы наддувается, и вместе с надписью «Турбо» на борту автомобиля создает интересную ассоциативную связь между формой и содержанием. еще один представитель спортивного класса автомобиль «Мираж». Интересен, как пример кузова типа «Гранд Туризм». Серийно такие кузова у нас не производятся. В большинстве самодельных автомобилей есть такая общая черта. Форма стремится передать содержание. Иная ситуация в группе ретро-мобилей, или как еще называют репликаров. Начинка этих автомобилей современная, а внешний вид под старину. Как видим, мода на ретро не обошла и автомобилистов. Репликары, представленные на выставке, напомнили нам о некоторых этапах, которые прошло автомобилестроение с начала своего века до сравнительно недавнего времени. Вот перед вами автомобиль-копия «Лаурин и Клемент», выпуска 1905 года. Его изготовили в Краснодарском клубе самодеятельного технического творчества под руководством Александра Серикова. Красивой, немного сентиментальной, если можно так сказать, об автомобиле. Эта машина интересна не какими-то техническими идеями, а тем, что является произведением искусства. Следующая веха – кабриолет 30-х годов с откидывающимся верхом. Его демонстрирует конструктор из Еревана «Гранд Бабаян». Не совсем обычной форме кузова далеко не каждый угадает элементы всем знакомого «Запорожца-965». Впору переначать еще одну известную поговорку и сказать «новое» – это по-иному скомпонованное старое. О 40-х годах рассказывает стилизованный джип «Сафари». Автор, алма-атинец Георгий Шахворостов представил к тому же и свои самодеятельные технические решения. Огромной популярностью пользовался автомобиль «Лидия» харьковского конструктора Николая Шевченко. Это очень удачная стилизация распространенных в 50-е годы кузовов типа «Родстер». Просторный салон, складывающийся мягкий верх, со вкусом подобранные цвета окраски. Автомобиль достаточно надежен в пути. Единственное неудобство, которое подстерегает «Лидию» на дорогах, излишнее внимание автомобилистов. Наиболее практичные самодельщики занимаются созданием прицепов. Долгие годы автомобильная промышленность почти не вела работу в этом направлении. На конкурс были представлены разнообразные конструкции. Грузовые прицепы имеют традиционную прямоугольную форму кузова, укрепленного на раме. Рамы изготавливают из подручного материала. В ход идут трубы, уголки, швеллеры. Материалом для бортов и платформы служат доски, стальные или алюминиевые листы, стеклопластик. В конструкциях подвески используются узлы серийных автомобилей и мототехники. В качестве упругого элемента применяются листовые рессоры и спиральные пружины. Нетрадиционный подход применил днепропетровский конструктор Виталий Марусевич. На своем прицепе он использовал в качестве упругого элемента пневмобаллона от автобуса «ЛиАЗ». Изменяя в них давление, стравливая воздух, либо подкачивая его насосом, конструктор получил возможность регулировать дорожный просвет. Практически на всех прицепах установлены амортизаторы, а на некоторых и стабилизаторы для устойчивости при движении автопоезда. Интересная идея заложена в конструкции самосвального прицепа «Кроха» красноярского автора Станислава Гавриленкова. Ось поворота кузова совмещена с осью подвески колес, а центр тяжести находится вне площади опоры. Для выгрузки прицепа необходимо освободить фиксатор, и кузов под действием силы тяжести опрокидывается назад. Но на предельных нагрузках возникает сила, приподнимающая заднюю ось автомобиля. И уж если речь зашла об ошибках, то вот несколько типичных примеров. Силовой агрегат этого автомобиля расположен довольно далеко от передней оси. При такой неправильной развесовке нагрузка на него уменьшается, ослабевает сцепление с дорогой, и в результате ухудшается управляемость автомобиля. Необходимо еще на стадии проектирования рассчитывать осевые нагрузки. Практически у всех конструкторов хромает эргономическая проработка рабочего места водителя. Часто неудобно расположены приборы и органы управления. Отсутствует регулировка сидения. Еще один недостаток, характерный для большинства самодельщиков, это непроработанность конструкции с точки зрения безопасности. А ведь здесь есть свои, причем довольно строгие требования. Они касаются прежде всего расположения органов управления, едва заметных нюансов конфигурации кузова и салона, удобства входа-выхода, наличия выступающих частей внутри салона. Изготавливая тот или иной оригинальный узел, самодеятельные конструкторы далеко не всегда представляют, насколько в автомобиле все взаимосвязано. Так, стремясь к прочности, порой забывают о не менее важных вещах, управляемости, эргономических элементах, пассивной безопасности. Почему же возможны такие ошибки? По мнению экспертов, виной тому нехватка специальных знаний. При конструировании самодельщики руководствуются в лучшем случае сведениями из популярной литературы, которые с технической точки зрения довольно поверхностны. Автомобиль можно сравнить с айсбергом. Лишь малая часть его существа видна глазу. А для того, чтобы постичь невидимое, но главное, необходимо изучать специальную литературу, встречаться со специалистами. Об этом и многом другом, касающемся самодеятельного автомобилестроения, говорилось на технической конференции, подводящей промежуточные итоги перед автопробегом. Прощайте набережные Челны. Впереди 1300 километров до Дмитровского центрального автомотополигона. Наверное, занятное это было зрелище для встречных водителей. Все-таки не каждый день разъезжают по дорогам колонны авточудаков. Но для участников конкурса это была не прогулка, а очередной этап испытаний. Автомобили Лаурины Клемент и Мотопони, не предназначенные для длительных пробегов, транспортировались в кузове сопровождающего грузовика. Остальные двигались своим ходом. Не обошлось и без потерь. У кого-то вышла из строя самодельная коробка передач. Сошел с трассы автомобиль Юниор. Оказалось, что как только дорога стала мокрой, передние колеса перестали слушаться руля. Остальные доехали самостоятельно и без повреждений. Хорошее поведение на дороге показали автомобили Русь и Лидия. На все сто оправдал свое название «Стайлер». На третьи сутки прибыли в Дмитров на центральный автомотополигон. Перед самодельщиками предстала святая святых отечественного автомобилестроения. Где еще можно увидеть собранные в одном месте различные типы дорог и склонов, моделирующие все мыслимые и немыслимые ситуации, в которых может попасть автомобиль за время своей службы. Где еще можно увидеть, как разбивают новорожденные автомобили, плод долгих усилий многих специалистов. Но все это лишь для того, чтобы создать еще лучше. Где еще можно увидеть такой обилие испытательных стендов и приборов, которые следят за работой каждого мускула, каждого нерва этого идола 20-го века. Возможно, конструкторы-любители только на полигоне поняли, какое это тонкое, капризное и противоречивое ремесло создавать новые машины. Да, именно здесь, а не в телевизионных студиях, выясняется, кто есть кто. Многие самодельщики прошли это испытание. Автомобиль с прицепом Николая Сальникова показал расход топлива 10 литров на 100 километров. Хороша аэродинамика и у прицепа «Мадонна», разработанного москвичом Валерием Булычевым. Вирус в городском цикле по экономичности не уступает серийной «Волге» ГАЗ-24, а на скорости 90 километров даже превосходит ее. Однако вирус показал себя более шумным. Автомобиль «Русь» по уровню шума удовлетворил требованиям ГОСТа. Кстати, испытания показали, что примененный на его двигателе самодельный наддув, увеличивая расход топлива, ничуть не улучшает динамические показатели. Отключили наддув, характеристики улучшились. Продемонстрировали свои возможности и вне конкурсные автомобили. Это трехосная амфибия Константина Колобова из Новосибирска, которая может быть переоборудована в плавающий гусеничный снегоболотых ход. С обеих сторон устанавливаются дополнительные катки-кореса и одеваются легкие резинометаллические гусеницы. В таком же виде амфибия может преодолевать и водные преграды. Автомобиль на солнечных батареях, разработанный в Центре научно-технического творчества молодежи ДОКО из подмосковного Зеленограда. Итак, конкурс завершен. Настало время подводить итоги. Первого места решено было не присуждать. На втором Валерий Карташов за создание автомобиля «Русь» и «Эргаш Таишев» автомобиль «Стайер». Третье поделили братья Юли, автомобиль «Форум», Николай Шевченко, Лидия. И клуб самодеятельного технического творчества «Нами» за поисковые направления в автомобильной технике. По группе агрегатов первое место получил Черняев за разработку электро-гидравлического привода управления коробкой передач. Подчеркивалась оригинальность решения и его работоспособность. Реализована эта конструкция в автомобиле «Калибри». Второе место у Станислава Гавриленкова за прицеп «Кроха». Жюри отметила простоту конструкции и применение легкодоступных материалов. 16 участников были удостоены звания лауреатов второго всесоюзного смотра конкурса «Сам Авто-89». Но не места и звания – главный итог конкурса. Главное – это крепнущий союз профессионалов и самодельщиков-энтузиастов. Это деловая и требовательная школа, которую прошли конструкторы-любители. И вместе с тем – это новые идеи, которыми обогатился арсенал отечественного автомобилестроения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давным-давно, лет 25 или даже 30 назад, когда газета «Комсомольская правда» была вот такая вот большая и черно-белая, когда телевидения КП не было и в помине, а гаишники ездили вот на таких машинах, мы очень любили смотреть телепередачи «Это вы можете». Особенно программы про самоделки – автомобили, которые энтузиасты этого дела собирали из того, что было у себя в гаражах, в сараях и даже на балконах. Вы помните автомобили самоделки советских времен? Их часто показывали в телепередаче «Это вы можете». И все с удовольствием смотрели на собранные в гаражах, сараях и даже на балконах чудо-машины, слушали споры профессора Гулия и изобретателя Валентина Архипова. И в СССР это было не просто причудами энтузиастов, а целым движением, которое, кстати, не запрещало, а поощряло государство. Я, например, был уверен в том, что этих машин уже не существует. Сгнили где-то по дворам, растащили на запчасти, но на самом деле эти машины есть. Их нашли по всей стране. Вдумайтесь в эту цифру – более сотни экземпляров. Часть из них стоит на колесах, как вот эта, например. Часть из них даже можно завести и поехать на этом автомобиле. Если отечественный автопром при СССР еще худо-бедно выпускал седаны и универсалы, то спортивные машины и кузова-купе считались буржуазными. Но людям-то хотелось не только серой практичности. С середины 60-х годов была известна марка КД. Да-да, именно марка автомобилей с названием из инициалов директора завода, на котором энтузиасты делали эти машины, было несколько. И это были именно купе с посадочной формулой 2 плюс 2. У дизайна кузова из стеклопластика был даже автор, знаменитый художник Эдуард Молчанов. А строились машины на базе Запорожца ЗАЗ-965. Конструктивный автобиль очень интересен. Он сварен из каркаса, из труб различного диаметра, которые являются основой. И эти трубы, они вмонтированы в каркас. То есть каркас с трубами составляет единый силовой элемент конструкции. Здесь самодельное практически все. То есть они изготавливали панель приборов, сиденья автомобиля, даже колпаки. Но самая популярная в СССР самоделка – это детище братьев Щербининых. Александр и Владимир были художниками-графиками и увлекались автомобильным дизайном. Свою первую машину Щербинины собрали из узлов и агрегатов «Волги ГАЗ-21» дорогого и статусного авто для того времени. Ведь было это в 1970 году. Машина строилась на раме. Кузов был стеклопластиковым, внешне гармоничным, даже смахивающим на кузова «Ламборгини». Свою машину они назвали «Сатана». Сзади у нее были рессоры, а двигатель мог устанавливаться как спереди, так и за сиденьями по среднемоторной схеме. Через десять лет появилась машина второго поколения, уже на шасси «Волги ГАЗ-24». Тогда к братьям Щербининым примкнула пара братьев Станислав Юрий Алгебраистовы. Свои первые три автомобиля они строили в типовой городской квартире и спускали с балкона краном. Это тоже известная советская история. Машины Алгебраистовых носили название «Юна» от инициалов Юрий и Наталья. Кстати, у авторов этих машин Щербининых были матрицы для изготовления кузовных деталей. И вся техдокументация, любой желающий мог приехать к ним в мастерскую и сделать себе, как сейчас бы выразились, кузовной кит. И люди приезжали, делали, даже из Владивостока. И подобных автомобилей было в Союзе не менее десятка. Для этих машин на авиационном заводе даже специально отливались колесные диски оригинального дизайна. Один из автомобилей, который уже носил название «Юна», был выполнен с увеличенным до 4-х местного салона кузовом. Сам Юрий Иванович Алгебраистов продолжал совершенствование созданного им в 80-х годах автомобиля. И после 91-го года так появился двигатель от BMW, приборы от Nissan, спортивные сидения Ricara, окраска фирменными эмалями. Советские люди были романтиками, им хотелось чего-то необычного. Самодельщики, люди в чем-то глубоко профессиональные, а где-то наивные, не были исключением. Многие, например, пытались построить амфибию, которая одинаково хорошо справляется и с дорогой, и с водной гладью. Одна из самых первых машин подобного типа – амфибия Чумичева «Катам». Имя расшифровывается как «катер-автомобиль». Юрий Чумичев был инженером, поэтому машину он строил не на глазок, а строго по расчетам. Форму корпуса он отрабатывал, испытывая на воде масштабную модель, и весь процесс испытаний был задокументирован в лучших традициях конструкторских отчетов с чертежами, схемами и графиками. И автор амфибии в результате добился минимального сопротивления воды для плавающей машины, оснащенной двухцилиндровым двигателем от мотоцикла «Ява» и четырехступенчатой коробкой передач и раздаткой, передававшими крутящий момент на колеса или грибной винт. Узлы ходовой части были взяты от мотоколяски СЗА, рулевая колонка и редуктор от «Москвича-402». «Амфибия» оборудовалась принятыми в речном флоте световыми сигнальными приборами и была официально зарегистрирована не только как автомобиль, но и как маломерное судно. На Западе ничего подобного не было и нет, поскольку многообразие марок и моделей фактически не оставляют свободных ниш, все уже создано и продается. Разве что движение создания реплик, когда существующие модели «Парше» или «Феррари» копируют с использованием узлов и агрегатов массовых моделей, можно привести в качестве похожего. В остальном же это исключительно наш феномен. Большинство самоделок строилось на узлах и агрегатах серийных «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев». Значит, эти люди уже имели машины, но не довольствовались стоком. Им хотелось индивидуальности, реализации своих конструкторских задумок, известности, если хотите. Ведь в 80-е годы уже устраивались специальные конкурсы на лучший самодельный автомобиль, про их создателей писали в журналах. Сотни людей со всей страны собирались, чтобы обмениваться опытом. Они проводили красочные шоу самодельных машин, отправлялись в пробеги по всему Союзу. В 1989 году появилась даже книга Василия Захарченко и Элит Туренского «Я строю автомобиль», в которой были собраны конструкции автомобилей, способных ездить, плавать, двигаться по лестницам, снегу, болотам и бездорожью. А целый раздел был посвящен конкретным проблемам создания автомобиля. Интересно, что по меркам нынешних времен в такой деятельности можно было бы найти признаки нарушений, которым соответствуют статьи Уголовного кодекса. А тогда государство вовсе не боялось того, что кустари-самоучки пытаются играть на его поле, тиражируя самоделки пусть мелкими, но партиями. Даже привлекало их к работе над серийными моделями были и такие случаи. А что сегодня? Да ничего. Точнее, почти ничего. В 90-е годы движение самодельщиков затухает. Во-первых, ставшее доступным многообразие подталкивает людей скорее не к созданию своего варианта, а к выбору из широкого ассортимента уже существующих. Во-вторых, ездить на самопальном корыте стало уже не модно. В-третьих, теперь это еще и незаконно, поскольку зарегистрировать самоделку в законном порядке и поставить на номера по нынешним требованиям ГИБДД практически нереально. Вот и получается, что на создание собственных машин оригинальной конструкции способны решиться только миллиардеры или шоумены. Да и они тут же собираются превратить это хобби в бизнес. Хотя Вадим Шустров, один из нынешних популяризаторов движения самодельщиков, лично знакомый с теми еще автоконструкторами-самоучками советского времени, является владельцем собственного производства спортивных машин. Его марка так и называется – Шустров. Он строит в Ярославле автомобильчики Pegas с кузовом из композитного материала и движками от мотоцикла Сузуки Хаябуса или на доработанных ВАЗовских агрегатах. Маленькие центрально-моторные купе весом чуть более полутонны разменивают сотни всего за пять секунд. Причем он продает свои машины в виде киткаров, позволяя желающим почувствовать себя конструкторами собственных авто. Самоделка – вещь уникальная. И хотя на этом руле написано «Альфа Ромео», большинство того, что здесь есть внутри, либо заимствовано от отечественных автомобилей, либо сделано своими руками. Я бы не сказал, что это удобно и что это соответствует комфорту автомобилей нынешних дней, но это были машины, которые люди делали своими руками. Они строили автомобиль. Именно под таким названием была выставлена экспозиция самодельных авто в Московской галерее. Никто не подозревал, что эти автомобили сохранены, что можно выставить целые серии машин и показать вообще явление массовости. Такой промышленности не было ни в одной стране мира. В советские времена авто строились простыми гражданами – в гаражах, в квартирах и даже на балконах. Иногда люди объединялись в группы, и на свет появлялось несколько одинаковых машин. Так, в 60-е годы были собраны шесть автомобилей КД и пять гепардов. Детище Юрия Елисеевича не имеет аналогов. Он строил его лично для себя. Делалось так, чтобы можно было и так эксплуатировать, как машину, как амфибию, то есть на воде с колесами, и в то же время как глиссирующий катер. Катеромобиль получил короткое название «Катам». Он способен передвигаться по суше при помощи съемного автомобильного шасси. На строительство ушло около пяти лет. Сейчас машина не эксплуатируется. А вот железный конь под названием «Комар» и сегодня приносит хозяину много пользы. Она сварена из каркаса из квадратных труб, потом обклеена эпоксидной смолой из стекло-ткани. Так строились все автомобили. Придумывалась форма, изготавливалась матрица, а потом обклеивалась по принципу папье-маше. На дизайн кузова уходило много времени. Форма искалась целый год. Два варианта были забракованы, и наконец третий вариант нам всем понравился. Юна на ходу с 1982 года. За это время объехала большую часть бывшего Советского Союза. Постоянно модернизировалась, и сегодня оборудована автоматической коробкой передач. Авторы этих трех машин неизвестны, но совершенно точно установлено, что их делали дети из подручных средств. К примеру, кузов машины «Пчелка» сварен из стальных противней газовых плит, а в автомобиле ракета вместо руля обыкновенная чугунная сковородка. Некоторые запчасти для этих агрегатов взяты от мотоколясок. И несмотря на то, что сегодняшний автопром уже не так примитивен, хозяева относятся к своим изобретениям все так же одинаково. Что-то вроде как родное дитю. Для меня эта машина так же, как для матери и его любимый ребенок. Евгения Волкова, Евгений Доценко для Сибинформбюро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА